Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Жителя Пинска Николая Климовича после задержания сотрудниками ГУБОПИК забрала скорая. Внимание силовиков мужчина привлек репостом в социальной сети одноклассники фотографии Путина в эсэсовской форме и свастикой. На изображении был размещен текст «фашисты – это те люди, кто нападая на чужие краины, а не те, кто обороняет свою родиму». Примечательно, что публикацию Николай сделал под вымышленным ником, но ГУБОПИК все равно нашел автора. Самое важное то, что после тяжелой операции на сердце мужчина получил инвалидность второй группы. Пока его возили на допросы из участка в участка и пытались трижды записать покаянное видео с ним, Николаю стало плохо, и он попросил вызвать скорую. На жалобы задержанного отреагировали лишь сотрудники ИВС. Врачи назвали это везением, потому что до утра Николай мог бы уже не дожить. Сейчас он находится на свободе, но 23 декабря его обязали явиться в суд. Мужчину обвиняют в распространении экстремистских материалов. Напряженная ситуация на границе с Евросоюзом сохраняется уже несколько недель. За последние сутки скопление фур на въезд в Литву увеличилось на 5%. Госпогранкомитет Беларуси обвиняет в этом соседние страны, которые не выполняют положенную норму пропуска. Самый загруженный маршрут через литовский Медененкай, где за сутки оформили 32% фур от нормы. То есть всего 7 грузовиков в час вместо 20 положенных. ГПК сообщает, что сейчас в этом пункте пропуска выезда в Литву ожидают 1120 автомобилей. В целом за сутки Польша приняла 31% грузового транспорта от нормы, Литва – 47%, Латвия – 54%. Чтобы как-то упростить жизнь дальнобойщиков, которые по несколько суток вынуждены стоять в очередях, на границе Беларуси и ЕС решили поставить мобильные отапливаемые тепловой пушкой палатки. Сегодня они появились на пунктах пропуска Привалка и Берестовица-Бобровники. Кроме того, работники МЧС и волонтеры Красного Креста организовали раздачу горячего чая. Россия продолжает наращивать количество военной техники в Беларуси. Согласно информации мониторинговой группы белорусских АЮН, в нашу страну двумя военными эшелонами было переброшено 60 единиц техники вооруженных сил РФ. Эту же информацию подтвердили и независимые железнодорожники. В первом составе на полигон Обус-Лесновский было отправлено от 30 до 40 единиц Уралов. Во втором – 26 вагонов платформ с погруженной на них гусеничной и колесной техникой. Это 20 Уралов, бензовозы, минимум 4 БМП-2. Напомним, делается это все в рамках внезапной проверки боевой готовности. Вчера Минобороны Беларуси продемонстрировала понтонную переправу через Ньоман, которую соорудили в кратчайшие сроки. Теперь по ней может передвигаться тяжелая военная техника. И пока режим демонстрирует мощь своей армии, на некоторых дорогах ограничивается движение гражданского транспорта. В Могилеве, в суде Октябрьского района, закончилось судебное разбирательство в отношении руководителей госорганизации, которых обвинили в коррупции. Согласно обвинению, в декабре 2018 года гендиректор строя организации при пособничестве директора дал подчиненному указания на закупку оборудования в коммерческой фирме по ценам, которые больше чем в пять раз превышали стоимость аналогичного оборудования на рынке. В результате государству был причинен ущерб в 630 тысяч рублей. Другой работник строительной компании организовал изготовление вентиляционных заготовок, в состав которых входили контрафактные электроприводы, поставляемые той же фирмой. Для этого закупались китайские комплектующие, на которые приклеивались наклейки швейцарского производителя. В этом случае ущерб оценили в 750 тысяч рублей. Все три обвиняемые получили сроки от 6,5 до 8,5 лет. И в конце выпуска напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь, ведь уже несколько дней там проходит подготовка к Новому году. Каждый день мы будем делиться с вами полезной информацией, как подготовиться к праздникам и где купить оригинальные подарки своим родным и близким. В соцсетях вы также сможете узнать подробности о предстоящем новогоднем эфире на Маланке и как можно принять в нем участие. Так что не пропустите. Хорошего всем вечера. Живи, Беларусь!